О вреде кондитерских изделий знают практически все. Однако почему-то сформировался стереотип, что под кондитерскими вредностями понимаются только магазинные кулинарные изделия. А вот мол домашние более здоровые и вообще безопасные. Да, действительно, в магазинных промышленных кондитерских изделиях, кроме всего прочего, добавляются многие химикаты, которые ни одна хозяйка не вздумает замешать в тесто домашней выпечки. Это консерванты, загустители и эмульгаторы. Однако только отсутствие этих ядов не превращает домашнюю выпечку в безопасную для здоровья, а тем более в полезную. В этом видео мы рассмотрим вред одного из самых популярных самодельных тортов в нашей стране – торта Наполеон. Укажем, какие ингредиенты данного кулинарного чуда особенно опасны. А также, как всегда на нашем канале, порекомендуем, чем их можно заменить, чтобы сделать объект критики более безопасным для вашего здоровья. Итак, из каких компонентов состоит классический торт Наполеон? Это маргарин, мука высшего сорта, яйца, сахар, молоко, 50 мл водки, сливочное масло, ванилин и соль. К сожалению, практически все перечисленные продукты вредны для здоровья человека. К относительно безопасным можно отнести яйца, молоко, сливочное масло и соль. Но к относительно безопасным – с оговоркой. Дело в том, что соль, например, не наносит вреда здоровью только при условии, что потребление ее не превышает нормы, которая равна приблизительно 5 грамм в сутки для взрослого человека. А что касается молока, то последние исследования доказывают, что этот продукт вызывает остеопороз. Ну а яичный желток и сливочное масло вообще полезны даже для нашего здоровья. Но такими они являются только при условии отсутствия высокой температурной обработки, которая, к сожалению, присутствует при приготовлении торта. Дело в том, что при нагревании свыше 100 градусов, что у нас и происходит в духовке, животные жиры из полезных превращаются в вредные, так как в них образуются канцерогенные вещества. Ну а теперь перейдем к исключительно вредным компонентам Наполеона. Это маргарин, мука высшего сорта, сахар, водка и ванилин. Из данных компонентов мы не станем говорить о водке, так как о ее вреде все наслышаны еще с детских лет. И потому что ее в составе торта немного. О вреде белой смерти сахара песка также часто можно услышать из СМИ. Однако, учитывая его чрезмерную пагубность, и мы упомянем об опасности данного ингредиента. Итак, рафинированный сахар – очень вредный искусственный продукт. Он ослабляет иммунитет, способствует ожирению, приводит к диабету, портит зубы, является причиной развития остеопороза, сильно закисляет организм, нарушает всасывание кальция и магния, травмирует сосуды, способствуя образованию в них холестериновых бляшек, служит причиной преждевременного старения, способствует размножению вредоносных бактерий и грибков в организме, уменьшает эластичность сосудов, нарушает процесс обмена веществ, вызывает синдром хронической усталости. И это далеко не полный список научно доказанного вреда для здоровья, который несет в себе сахар-песок. Притом, вред сахара, в отличие, например, от соли, наступает не после превышения нормы потребления в сутки, а с первого грамма. То есть, безвредной порции сахара попросту не существует. Однако, самую большую опасность таит в себе даже не сахар, а маргарин. Вред его заключается в очень большом содержании трансжиров. Что же такое трансжиры и чем они вредны? Трансжиры – это модифицированные молекулы, появляющиеся в растительных маслах в процессе высокотемпературной обработки или гидрогенизации. А именно, с помощью гидрогенизации и производится маргарин. Опасность растительного масла, подвергшаяся этой обработке, заключается в том, что в процессе гидрогенизации молекулы жира способны меняться. Несмотря на то, что их химическая формула и количество элементов сохраняются, один или несколько атомов присоединяются иначе. В итоге, у молекулы жира появляется трансизомер, называемый трансжиром. В чем же вред трансжиров? Многочисленные научные исследования подтверждают вред трансжиров для здоровья человека. Доказано, что регулярное употребление даже небольших доз трансжира в пищу нарушает нормальную работу метаболизма, провоцирует ожирение, а также, самое главное, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь, трансжиры провоцируют атеросклероз. А это, в принципе, заболевание, от которого умирают 3 четверти населения нашей страны. То есть, около 75% всех смертей. Только многие ошибочно полагают, что раз основная причина смертности в России это сердечно-сосудистые заболевания, значит, это связано с сердцем. Просто, мол, сердце износилось и остановилось. На самом же деле, причина большинства смертей это скорее именно сосудистые, а не сердечные заболевания. То есть, люди погибают от инсульта или инфаркта. А они происходят как раз-таки из-за загрязнения сосудов и образования в них холестериновых бляшек. А вот в образовании этих самых холестериновых сгустков и виноваты в первую очередь трансжиры и сахар. Сахар повреждает стенки сосудов, а трансжиры способствуют образованию комков из плохого холестерина, которые цепляются за поврежденные места на стенках сосудов и не выводятся из организма, а увеличиваются до критических размеров. И в один прекрасный момент, когда, например, человек перенервничал или физически перенапрягся, холестериновая бляшка отрывается и идет в сердце. Тогда мы получаем инфаркт. Или идет в мозг. Тогда мы получаем инсульт. Как видите, вред маргарина очень высок и к его присутствию в пище нельзя относиться халатно. Следующий вредный компонент торта – это мука высшего сорта. В чем же вред этого продукта? Мука высшего сорта – это безжизненная субстанция, состоящая практически исключительно из крахмала и клейковины. При ее изготовлении зерно очищается от зародыша и оболочки, в которых содержится все самое полезное, то есть минералы, витамины, клетчатка. И очищенная мука остается уже без полезных элементов. Далее, чтобы она дольше хранилась, снижают крупность помола. В результате в желудке мучные изделия превращаются в клейкое вещество, которое закупоривает каналы и зашлаковывает организм. Еще для отбеливания муки пользуются химикатами, такими как бромат калия, двуокись хлора, перисульфат аммония и самый вредный – алоксан. Если бы эти названия писали на упаковках с мукой, то многие люди проявляли бы осторожность при покупке данного изделия. Белая мука повышает ваш уровень сахара в крови почти так же, как сахар-рафинад, провоцируя развитие симптомов сахарного диабета, который получает в последнее время все большее распространение. Однако и на этом вред пшеничной муки высшего сорта не заканчивается. Дело в том, что современная пшеница – это уже далеко не та, что ели наши предки. Она, благодаря успешной работе селекционеров, содержит очень большое количество глютена, или другое его название – клейковина. Именно благодаря этому веществу пшеничная мука хорошо поднимается, в отличие от муки из других злаков. Вред глютена заключается в том, что в организме человека не вырабатываются, как у птиц, ферменты для его расщепления. И он, соответственно, не переваренный, проходит желудок и разрушает стенки тонкого кишечника, вызывая его проницаемость, что приводит к тому, что в кровь через этот отдел желудочно-кишечного тракта всасываются не только полезные, но и вредные вещества. Это, в свою очередь, ведет к засорению организма и к сбоям в обменных процессах, которые служат причиной многих заболеваний. А не зная таких тонкостей биохимии, мало кто догадается связать свою болезнь с потреблением продуктов из белой муки. Ну и упомянем пару слов о последнем вредном ингредиенте торта Наполеон. Это ванилин. Многие из-за созвучного названия путают этот искусственный ароматизатор с ванилью, натуральной полезной пряностью. Ваниль очень дорогая, так как является лишь частью экзотического цветка. И поэтому в кулинарии используют более дешевый, но схожий по вкусу ванилин. Ванилин же это вещество, которое производится из нефти и, соответственно, не переваривается в нашем желудочно-кишечном тракте, а лишь нагружает выделительную систему и загрязняет организм. Ну что же, а теперь, когда мы разобрались с вредом, который таится в некоторых компонентах торта Наполеон, пришло время рассмотреть продукты, которыми можно заменить опасные ингредиенты, не потеряв сильно во вкусе, но выиграв в сохранении здоровья. Итак, учитывая, что самый опасный компонент это маргарин, то в первую очередь нужно заменить именно его. Лучшей альтернативой маргарина может стать сливочное масло с жирностью 82,5%. Однако, с одной оговоркой. Чтобы масло не превращалось в канцероген, необходимо выпекать коржи и торт на маленьком огне. Да, это займет больше времени, но кроме масла и в других продуктах сохранятся больше полезных веществ, которые имеют свойство разрушаться при высокой температуре. Наверняка вы слышали, что самый полезный способ приготовления это напору или варка. Это так именно потому, что при варке температура не превышает 100 градусов. Следующий компонент, который мы рекомендуем обязательно исключить, это сахар. Он вполне успешно заменяется тертым переспелым бананом или изюмом. Только не вздумайте вместо сахара песка использовать мед, так как мед при термической обработке становится еще вреднее сахара из-за выделения в нем канцерогена 5-оксиметилфурфурола. Пшеничную же муку высшего сорта идеально будет заменить на гречневую, которая не только не вредна, но и полезна. Дело в том, что она не содержит глютена, так как гречиха это вообще не злак, а щавелевая культура. Также ее крахмал очень легко усваивается нашим организмом. Поэтому именно гречневая крупа наиболее полезна из остальных каш. Еще кроме гречневой, более здоровой альтернативой могут послужить овсяная, кукурузная или рисовая мука. Но старайтесь найти цельнозерновой продукт. Иначе их большая полезность будет только в отсутствии клейковины, но не в содержании оболочки и зародыша, которые так необходимы нашему организму. А овсяную муку можно приготовить и в домашних условиях, просто перемолов овсяное хлопья с помощью кофемолки. Ну а что касается ванилина, то очевидной его заменой будет натуральная ваниль. Только обратите внимание при ее покупке, что в натуральной ваниле обязательно будут присутствовать черные вкрапления. Ну а кого испугает дороговизна данной специи, можно просто ее исключить или использовать, например, более дешевую корицу. Надеемся, что наши советы помогут вам сделать ваш торт здоровее. Хотя заведомо полезнее для здоровья было бы вообще предпочесть в качестве десерта не выпечку, а фрукты. Ну а на этом у нас все. Если вы впредь желаете знакомиться с подобными видео, которые помогут сохранить вам ваше здоровье, подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...